Всем привет! С вами ЛФТЛ и новости кино. Создатели постараются увести повествование немного другим путем. Новый фильм собирается исследовать историю кожаного лица и показать нам, как он стал монстром. Таким, каким его знают все. Но углубленных копаний не будет, так как, например, никто из съемочной группы не обоворотновой версии Хэллоуина от Роба Зомби. Сценарист пояснил, мне не нужно знать, почему акула в фильме «Челюсти» ест людей. Мне просто нужно знать, что она это делает. Напомню, по сюжету нового фильма группа подростков бежит из психиатрической лечебницы, прихватив с собой в качестве заложницы медсестру. Им предстоит долгое дорожное путешествие на пути в ад. По дороге они будут преследоваться неким безумцем, что окончательно разрушит психическое состояние одного из беглецов и превратит его в личность, известную нам как кожаное лицо. Началась работа над экранизацией игры «Sleeping Dogs». Работа находится на стадии подготовки к съемкам. Главную роль должен исполнить актер экшен-фильмов Донни Йен, хорошо известный фанатам фильмов о восточных единоборствах. Сюжетная линия фильма крутится вокруг гонконгского полицейского, внедренного в крупную банду для того, чтобы развалить преступную сеть изнутри. Донни Йен в Китае имеет статус суперзвезды, и это обеспечит приток зрителей в кинотеатрах. Как будут обстоять дела в других странах, пока не ясно. Нил Морец и его производственная компания займутся съемками этой киноленты, и пока что они обещают железно, так это то, что в будущей картине будет очень много виртуозных рукопашных схваток, гонок на автомобилях и катерах. Дата старта съемок и премьеры фильма пока не разглашаются. Сильвестра Сталлоне до сих пор не утвердил официальный кастинг «Неудержимых 4». Также ничего пока не известно о сюжете и дате выпуска. Некоторые источники, ведущие дела Сталлоне, свидетельствуют о том, что состав актеров обязательно будет включать в себя Карла Уэзерса и Халка Хогана. Халк Хоган является не только актером, но и профессиональным рестлером. Хоган уже появлялся в «Рокки 3», а также играл главные роли в некоторых других фильмах. Карл Уэзерс является бывшим профессиональным игроком в американский футбол. Он появлялся в лентах «Рокки», «Хищник», «Джексон Мотор» и в других. Оба, Уэзерс и Хоган, еще официально не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Поклонники с нетерпением ждут их появления и то, что они привнесут в долгожданном сиквеле. Между тем, ранее сообщалось, что Сталлоне анонсировал нечто новое для этой франшизы. Также он отметил, что есть очень интересные идеи для сценария «Неудержимых 4». Сильвестра Сталлоне, как ожидается, раскроет более подробную информацию о сюжете в ближайшие месяцы. «Неудержимые 4» уже в настоящее время планируется выпустить в 2018 году. После отмены третьей части ленты «Трон» еще в 2015 году, Дисней разрабатывает перезапуск франшизы с участием Джарета Летто. Проект находится на самых ранних стадиях развития. Пока что ни один сценарист не был принят на работу, и ни один режиссер не утвержден окончательно. Проанализировав показатели сборов «Трон. Наследие», студия Дисней выдернула вилку из розетки. Но компьютерные программы никогда не умирают. Кажется, они просто получают обновление. Источники сообщают, что этот новый проект не является прямым продолжением и строится на основе сценария «Трон 3». Джарет Летто будет играть персонажа по имени Арес, который не появлялся на экране раньше, но был ключевым игроком в новом сценарии. На данном этапе слишком рано говорить, будет ли режиссером вновь Козински, и вернутся ли актеры из оригинального «Трона» в фильм. Пока что на мышиной фабрике разрабатывают стратегию и подсчитывают возможный бюджет будущего фильма. На этом все. Следите за интересными новостями в мире кино. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!